со сврывами от Свена, чтобы не было таких вот неприятных ситуаций, которых мы в большом количестве наблюдали на Шанхайском мейджоре, ставились друг в друга, кого на Свен попадал. Если он качественно исполнит, будет хорошо. Я не понимаю одного, почему... товарищи Steam Alternate не хотят забирать своего сигнатурного спирита, как раз таки. В FPVP был. А, в FPVP, они сами его забрали. Вроде как, да. Я отпустила к моменту. А на FP забрали, там бестмастер-оракул опять. Ну, первая стадия трафта вообще не изменилась со второй карты. Оракул просто вообще как-то не очень смотрелся, на самом деле, в предыдущей игре. Ну, смотри, то же самое было. Эспирита забрали, забрали бестмастера-оракла. Но нужен этот оракул в второй стадии? Мне кажется, нет. Он не может ничего войдуть и сделать на линии. Он стоит себя там королем чувствует. Он... Ну, прям какой-то жесткий, под сейв. Если Свен пару раз ударит парня под... ...фолс-промисом, то, я думаю, он не поможет. Там никакой подхил, правильно? Ну да, в общем, конечно, просто едешь сразу. Рид сработает. Или без крита, даже просто пару ударов с ГДС, да. Я думаю, какой-то пак можно забирать, на самом деле, сейчас в ВП. Тоже будет очень хороший подпак и в спирита. Как раз файсл-своид с Вен, это уже хорошая комбинация. Пак будет с... ничего. Пак не только не с догоном, а с аганимом. Да, в первую очередь, конечно, с нормальным айтембилдом. Таким, чтобы ты действительно мог Свену потом помогать. Почему я советовал аганим в первой игре? Потому что там, ну, в одну калитку шло матч, там просто давили, но произошло так, что не додавили. А так, если ты хочешь уверенно играть, да, конечно, догончик... Ну, его можно подсобрать, если всё хорошо идёт, но его первой левел лучше оставлять. Потому что ты тратишь 5400 дополнительных денег, чтобы усовершенствовать пятый догон, но это даже не 5500. Тратишь, но это... нет, меньше 5000, но 5000 ровно. Ну, это много денег, можно хек собрать. Да, много полезных артефактов существует помимо догона. Ну, как бы год на этом разок погорел, думаю, что такого больше не будет. Ну, и пока мы ещё не видим, мы видим Vengeful Spirit. Суппорта дополнительно добирают себе, очень даже неплохого суппорта. Часто-таки противник его не взял, кстати, что тоже довольно интересно. Из-под воида вполне можно было пикать. Там Лина тоже весьма будет хороша. Вот поставили напоследок себе мидеры ВП, сейчас неприятного мидера. Атены должны будут забаять, и... Пак, наверное, это самое очевидное здесь решение. Ну, надо рейндж-вика какого-то брать. Так, опять же, может появиться VR вполне. Ну, пак хорош, ещё есть комбинация такая, как Venge-пак. Любого героя в стан можно поставить всегда. Ну, что, с половиной секунд здесь? Ульта свап. Ну, ульта пака и свап ринги. Тоже может сработать. Ну, и неясен лейт, опять же, у Тима ТН, неясен пока керри. Надо подгадать. Спират, конечно, тоже до мидера убрать, ВП под кого-то. Ну, пак, да, за пани, вполне очевидно было. Очевидный вариант. Что его уберут? А, вот очевиден ли керри у АТН? Ну, пока я не вижу что-то хорошего. Сларк... не очень... Ну, вот то же самое протестание было, что и в той карте. Сларк против Свена. В итоге Йоко победил. Осталось 5 секунд. Да, черт. Пожалуйста. Пожалуйста, угадай, да? Очередь команды силы. Очередь команды силы. Ищем... ...вольно... Такого универсального героя, как Спектра или Гирокоптер, которые могут и пофармить, и могут поубивать. Спектра мне не нравится против Свена и Свен очень быстро перефармливают, если не давишь ты этого Свена на линии. И потом у Спектры появляется Радик, а у Свена уже три слота. Да, у него Даггер, Доминатор с Энжиньяша и БКБ, чуть ли не такие темы. Ну ладно, без БКБ. Вот эти три темы. Даггер с Энжиньяша, Доминатор. Ну... Осталось 5 секунд. Спектру он в Драке убивает с трех ударов. Ну нет, ну... Мне кажется, это ошибка. Нет, я согласен, что действительно Свен будет сильнее Спектры, но вот возможно они рассчитывают на то, что когда у Спектры будет лвел 6, у Свена тоже лвел 6, Спектра будет намного юзабельнее. Она купит себе там стандартный Урт Шадлс и побежит убивать А это и расчет как раз этого пика, эти Спектры. Но... Посмотрим, как смогут ли тактимы альтернет сделать, потому что... Ну вообще... Непонятно. Непонятно. Вообще... 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 Пик позволяет так сделать. Есть и всякие проры без мастеров. Осталось 10 секунд. Там податаки и ДП, как раз та самая жирная ДП. Которая... ...может... Слушай, БР-ку мы угадали. БР-ку угадали. Всех угадали. Всех угадали. Угадали. Ну что, редкий олень, покажи нам Спектру. Мощную, хорошую. Формящую, убивающую. Не, на самом деле, Экзотик Дир, что в первой, что в второй карте, ну... ...был хороший. Ну вот, стоит признать, что Медведь, что Свен, они все-таки свое отрабатывали. Особо не было фейлов в хроносфере. Свен особо не лез и выдавал свой дэмэдж. Там, конечно, общая команда, может быть, и так хорошо сыграли, но сам Экзотик Дир был неплох. Не знаю, мне он понравился. Главное, чтобы в третьей карте он тоже не разочаровал. Ну, конечно же, ВП. ВП, которые должны брать, по идее, эту серию. Все-таки они числились фаворитами. В рамках данной встречи. Вроде как, я даже сейчас попробую убедиться в этом, зайти на поставочную контроль. Если Экзотик Дир сейчас разочарует на третьей карте, я ретвитнул свой твит. И буду правдой. И буду правдой. А, ВП действительно были фаворитами на каждой встрече, то осталось 5 секунд. Ну, это ясно, что они были фаворитами. Я думаю, тут... Ну, чисто по тегу они должны быть впереди. За балы и заслуги. Да, за балы и заслуги. За пятое и шестое место на Интернешнл. Эх, как давно это было и уже неправда. За победу на... Как это... Как это называлось-то? Что там у нас? Ярик выиграл. За Дейфенс. За Дейфенс. За балы и заслуги, ну да. Ладно, пройдемся по составу, посмотрим. Ну, я Team Alternator. Так, шуточки шутим. Да-да-да, конечно. Ниша будет играть на фирменном Бестмастере. Суприм дался для Беспрофит. Гейсер сыграет на Оракли. Элли Саш на Лине-суппорте. Ну, и Экзотик Диэр на Спектре. И команда Virtus.Pro. ФНГ будет играть оффлейн. Фейслесс Пайдом. Йоку будет играть Керри Свеном. Год будет играть в мини на Виндрейнджерке. Пара суппортов. Лоха Дэнс будет играть в Венчфул Спирит. Ну что, поехали. Драка на нижней руне. Будет ли или не будет? А там Сокол уже полетел. Полетел и Кабан тоже здесь. Но ворцы проставили. На счет этого Кабанчика можно Кабана приговорить. Если они сейчас увидят героев, то Спектра побежит на верхнюю руну и будет сражаться с Вайдом за нее. По идее должна? Да. А снизу, вот тут хоть вопрос, кто будет посильнее. Потому что и у той, и у другой команды есть чем подраться первоначально. Но я думаю, что что-то посильнее все-таки будет ВП. Немного. На счет этих вот станчиков, плюс павершоты есть. Еще и Спирит будет. Мы решили на топ переместиться АТН. АТН. Если что, ФНГ пойдет ногу и забрать эту руну. Если он заберет, это будет кэшфейл для АТНов. И забрал. Перекликал. Две раны. В копилку Virtus.pro. А, так уже было. Когда было? Было в карте под номером 1. Да. Там Йоку собирал, помним, тоже на клинк собравал. Ну что ж, неплохо. Virtus.pro две баунти руны взяли. По линиям у нас ничего сверхъестественного здесь нету. Потому что все довольно стандартно. Идет фармить у нас Свен на легкую. По нему будет причесать бестмастер. Или Саша у нас на своем роумище или не будет бегать. Стараться помочь снизу, на миде, на топе, везде. Где только сможет. Ну и Алох, конечно же, будет помогать и Свену мы видим. Уже питывает себя урон от этого кабана. Ну да, он просто взял крипмага. Не стал упускать вперед. Все, все грамотно взял. Опять у нас дабла снизу. Да, но Фир-то уже под смоком. Кстати говоря, можно попробовать влететь. Да, это... Они это абсолютно так же делали на предыдущей карте. Но... Был то же самое и Фиосблад. Вот сейчас можно просто станить, тупо в Лину. На касс. Ой, как Ниша хорошо прикрыл сейчас своего брата, друга. И... ну, под квану, да не, вряд ли заберут. Там еще Лина прикрывается станом хорошим. И в ответочку могут еще дать. Ну, Фир просил довольно серьезно, конечно. Очень круто Ниша сделал. Ястреба! Ястреба под контролю тебя! Ястреб сбит! Ястреб сбит! Алоха доволен! Денег, Ихспа, голда, все, все. Да, Ястреба очень много дают, на самом деле. Ихсп много. Ястреб... Левел 6, по-моему. Ихсп много, и тридцаточки голды нет. Нет, не лишние. А, Ястреб действительно левел 6. Кабан, потому что левел 5. Там, сыплет неплохое количество. А, ну там снизу такие свои размены будут. Попытаемся не пропустить там ФБ. В миде у нас довольно спокойное про ним станет. Должно быть снизу, снизу, снизу сверху. То есть олень приседает. Его сейчас с ВНГ может забирать. Раз, и два. Да ты... А удар ты что не сделал, ВНГ? А удар, да? А что еще будет? Нет, не будет, не будет прыжка. То будет, и ничего не будет. Да ничего не будет. Отделялось спектра на два удара. Господи, это один удар, это ФБ на халяву. Да иди бей кейсера, что ты его еще убей. Хоть кого-то убей, иди воюй с ними. У тебя бурманшилд. У тебя бурманшилд. Ну так, за руну кажется, что она лох таки собирает эту саму аркенруну. Везде, везде что-то происходит. Алфемитер с ВНГ просто в Соленова гоняет на войне эту даблу. Слабенькую. Пора потянуть сюда, наверное, все-таки линии помочь. Немного. Слосвайда. Да, он просто... Он весь регент почти выбил. Три танка осталось у Спектры, и два фэрифайера осталось у Араквы. Нужно типа делиться тангой. Ну, есть подхил до Араквы, но он отхилит не очень много. В НГ сейчас линию свою просто доминирует. Шесть уже забрал. Но бейсмастер, если говоря, одиннадцать на два, между прочим. Тандон неплохо себя чувствует, ниша. Сапог, купил себе Ринков Протекшн, еще и Квилинг Блейд взял. Миша. Во. Миша, Миша. Миша, парень, да? Угу. Аляк. Хмайк. Миша. Майк восемьдесят восемь. Ну, тут надо аккуратнее быть, потому что Фьер опять-таки готов летать в случае чего. Ну, пол хп и Лисаж здесь, и ниша тоже. С здоровьем все в порядке, так что есть с чем подкидываться. Да, у нас и на топе, и снизу что-то происходит. Единственное, где ничего не происходит, это нит. Тут кот семнадцать на восемь, пока у Супрема десять на четыре, кот свою линию выигрывает. ПНГ опять гонит этого Кейсера, ты посмотри. Я не знаю, что он его не прыгает и не пытается попытку какое-то убийство сделать. Давайте посмотрим, если там ТПшки какие-то на всякий случай, ТПшек нет. То есть та же условно Лина не сможет прилететь и помочь. Да, там не в линь дело, просто если сработает десять секунд, ну десятипроцентный ваш у нас, то это килл будет моментально. Но Лину таки пробьет точно. Спектра там еще с щитком, плюс-минус как-то жить будет, а то так в дальнейшем. Не, Аракла, Аракла. Моментально убьет, мне кажется. А, да, Аракла, конечно. Лина, Лина в триет, это будет стан. Это будет Аталохи и еще стан. И это будет Ферст Блат. Три стана залетело. Пытается лишь лишь разобраться с Ноуфиром. И он разберется. Он ботинки, он должен был, должен был. Ну, чего испугался? Нет, ладно, все правильно сделал, что испугался, потому что у Свена была манга, и он сделал бест стан. И, скорее всего, товарищ Бестмастер тоже был уверен. Там был по минус два. Ну, хорошо, в любом случае, Ферст Блат начинает ВП, все-таки на триплей снизу смогли сделать килл. Но, правда, надо учитывать, что при этом Спирит все это время, все пять минут, был занят тем, что охранял нижнюю линию. То есть на миде он не помогал. Хотя, в принципе, год и так себя неплохо чувствует. Но, тем не менее, ганков в таких перемещениях от Ноуфира не было. 24-11 у нас год показывает. Суприм показывает 17 на 5. Который по-прежнему сохраняется. Вот сейчас, пойдя на базу, отхилявшийся в Спирит, имеет возможность прийти в мид и ганкать даже эту самую ДП. Там вот у нее есть хейст, и не так просто ее взять. Более еще и левел пятый. Так, на топе. ФНГ, слушай, уже попал ворот. Что же делает этот парень? Дай бог, вылетает! И вот этот 10-секундный башек сработал просто. Сработал. Хорош, ФНГ. Про что я говорил, что если сработает, то тут очень опасно. Я реально загонял линию? Я реально кого ругаю, тебя начинают играть намного лучше. Вывод? Вывод, надо ругать сборную России по футболу, но меня на них поливать, поэтому я их не ругаю. Вывод, надо с самого начала играть. Лучше хорошо, чтобы не надо было тебя ругать. А не ждать, пока Смайл вас пригрозит на стриме. Ну ладно, действительно, сейчас ФНГ отыграл здорово. Все круто, на своей линии он действительно лучше всех. Сейчас у него левел шестой, уже есть хроносфера. Купил себе бэлт, купит себе скоро ПТ. Он сейчас продолжит гонять. Он же с хроносферой, сейчас с баш... Прошка сработала. Не прокает, не прокает. Хочется, но не прокает. Просто с Lenovo смотри, что делает. Ой, он сейчас ПТ-шку возьмет себе и... Просто будет убивать этих людей. Да, и Спектра в итоге имеет 22 на 4 крип. Время, как у Свена, 37 на 6. Йоку перефармливает. У него уже есть доминатор. Подозреваю, что уже крип куда-то пошел где-то что-то стакать. Вот вижу, что есть на нейтральных крипах. Крипали. Ему вообще весь лес стакают. Ему стакают вот здесь. Там еще подстакают. Вот здесь стакают. Сейчас скоро вот эти молодые ребята будут тоже стакаться. Работают на Свена, и это хорошо. Он будет получать достойность. Работают. ВП пока тут очень хорошо смотрится. И где-то видно. И по голде, и по опыту. Да это вообще видно, что Void доминирует сложную линию в соло. Это вот поэтому видно. Ну, странно. В миде попыталась цепить Суприма. Расстреливают с помощью фокус-файера. Спирит Сифон. Квайп Кейтсер также. Шекл не связывает. Расстановили Кода. У Кода есть Fairy Fire. Пытается уйти. Спирит Сифон очередной. Ну, зря подразил Спирит Сифон. На самом деле мог чуть ли не с волны там года как-то подзабрать. Но нет. Скорее всего бы выезжал. Пережил там. Ну, все волны. Че ж знаю. Оставили Спектру. У нас опять соло стоять. А Линна погибает? А Линна погибает. Ну, этой Линны сейчас очень не хватает на топе. Вам мощь в Спектре. Линна-то может Void гонять. Ну, то есть хотя бы там доставлять ему ньютереспособности. И большой рейндж атаки. Спектра сейчас просядет. Твой просядет. Она уже просела. Она еще сейчас больше просядет. Потому что Void с Power Threats ему будет обденаивать абсолютно все. Она не сможет даже добивать вражеских крипов. В Void 93 атака. 93. Плюс Квилинглэйт. Плюс Квилинглэйт. Ну, по своим крипам там да. Нормальным. Нормальным. 3-0. Virtus.pro. И по надпорсам сейчас уже ведут 2000. По киллам соответственно тоже. И по экспериенсу. Везде порядок полдых. Ну что ж, немного расслабились ребята из АТН. Нужно собраться. ВВП просто в наглую. ВВП просто в наглую. ВВП просто в наглую по Тауэром добивается. Просто заходит. Тут один крип. Он заходит под Тауэр. Добивает его. И плинкуется. Не дает к Спектре ровным счетом ничего. Четвертая волка. ВВП. Ревел 8. Второй тайм делейшн появляется. Ну, действительно все здорово. Сейчас нужно просто какое-то подключение одно. Какой-то плюс наверх. И можно Спектру вообще будет убить. Ну, желательно, что ВВП конечно перетянулся. Ну, если найдут Йоку, то это журавль будет. Очень крутой журавль. Ну, журавль то в небе. Поймать его не так просто. Ну, вот не могут они его поймать. Сейчас найдут Эв Спирита. Он четвертый левел. На него этот смог. Четвертый левел Спирит. Он бесполезный. Лучше бы они остались. Убили Вингу и запушили за счет экзорцизма. Йоку просто он очень крутой тайминг словил. Он просто задоджил. Своим походом в лес. Этот ганс. Ну, на мидл выход. И сваливает сразу год. Ноуфир пытается конечно уйти. Но он врезается в Суприма. Крекается ультимейт. И убивают. Подтянулся также экзотик дир. Доела ему темплей. На годы хотят ловить, но... 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 Но не поймает его. Тран уже откатился. Полный порядок. Ну и Суприм с своим ультимейтом пока долго бегает. Надо бы Тавар уже пушить. Как-то Йоку сюда перетягивается. Возможно даже с этим экзорцизмом Тавар не заберут на ТН. Но просто ультимейт скоро закончится. Куча ТП-шек. ВП. Вот дубль. Где-то Карлоскера сейчас будет. Крона под боем. Неплохо. Не того бьешь. Элисаж минус. Йоку может помочь в помощи своего стану. Его замедляют жутко. Тает Варкрай. Залетает на Офир дальше. На Суприм. От Суприм тоже жив. Шекл. Шекл. И расстреливать с помощью Бокусмайера. Минус два. Пока игра идет у нас в одну калитку. Жуткая троминация ТВП. Суприм. Пять тысяч преимуществ уже на десятой минуте они имеют. Тоже около 5. Петра. Шестой нет ворс. Проигрывает Свен уже в два раза. А то все проиграют. Соответственно Death Profit проигрывает ВРки. Ну и Бестмастер проигрывает Феслосвайду. Хоть и не так сильно. Еще. Добавить. Оракл. Минус. Ну там правда венку забрали через Праймл Роу. Испектрафт на главу. Да. Хоть как-то. Что-то да. Получает компенсация АТМ. Ну вот. Повторяется судьба первой карты пока. Да. То есть. Томинация от Виртус Про. И редкие ответы от АТС. Да. И тут есть еще такой же. Геймшейнджер. Как Спектра. Он так же может трансфармиться и потом убить всю команду ВП. Есть такой вариант. Ну конечно луховостро. Играть надежно. И при этом продолжать увеличить свое преимущество. Снизу пока подпушивается Тавр. Катапура. Здесь три героя. Два. Кабанчика. Плюс есть Некрономикон. Уже кто-то первого уровня. Прим не стал помогать. Прим просто не был экзорцизма. Мало того. И сразу нужно забыть перетяжка в мид. Еще один Тавр. Закотят наверно АТМ нас забрать. В то время. ФНГ наметился на забор Тавра на топе. Катапульта рядом. Есть у него уже хедрес. Будет делать благос. Феном. Полный порядок. Прогнать его будет не так-то просто. Силы тьмы укрепили свои жаржения. Да. В ФНГ все очень хорошо. Да его забрать здесь трудно. Его забрать только можно через что? Через Рор. В других случаях его не заберешь. ДП нет с Айланса. Нюков больше нет. Ну Лина с Лина Станова не попадет. Он тоже не попадет. Как бы увернулся от Лины Станова. Просто легко. Опять таки сбоку заходит здесь ниша вместе с Элли Сашем. Вызывается ясно. Нужно дать вижн какой-то. Найти Йоку. Йоку то кстати говоря видно. Видно Йоку. Но Йоку это просто не самая приятная цель. Еще 300 хп. Он не попробуй забери. И смог ответный в исполнении Virtus Pro. Сами будут видимо со спины залетать на Суприм. Пытаться его как-то слить. Левел 5. Вер Спирит без магнатайса. Заходят тем временем. Мелли Сашу. Ой какая встреча. Может получиться неприятная для ВП. Суприм. Смогут быстро забрать. Суприм получает PLC дик. И год на проблема. Год накрывается с помощью Прайм Урора. Год падает. Пинка тоже падает. Пинокир тоже падает. Минус 3. Отлично. Запайтили. Просто запайтили. По-царски АТН. Да. 3 фрага. Ну вот отыграли 2500 монет сейчас. Копуснул с этого Таура. 1000 экспириенс. Полный порядок. И вот Спектра уже начинает подниматься. Она кстати не умирала ни разу. 0.05 ассистов имеет. Просто терпела. Самым настоящим образом. Терпела. Есть у них 4 заряды Орлов Шарлс. Фейзиси приобрела. Ну и кроме этого ничего больше нет. Айли есть. Извините, извините. Брейсер. Еще и Драма Фэнджин скоро будут. И вторые Некра летят уже. У нас на 13 минуте. 13 минута. И вторые Некра в бейсмастер. Бейсмастер молодец. Но Ниша свое дело знает. Как он оккупирует чужие леса. Мы это прекрасно видели. Прекрасно знаем. Ястреб висит. Кабанчики. И пошел фармить все. И никого он не пустит сюда. Если он придет из Virtus.pro он погиб. Так. Зотикдир лоу хп. ФНГ пытается поймать. Хроново поставить. Думает ФНГ. Но не видел. Да именно. Отошла Спектра и не стал преследовать. Тоже захватили чужой лес с Virtus.pro. Бегают. Варды расставляют. Ну и надо двора, конечно, забирать. Промиду тавр. Эктопер. Есть угодать и врением Этилл Хаммер. Что это выход морошного пада, как и на первым. Поэтому. Скорее всего. Других вариантов здесь не вижу. Башня с сверху. Башня с сверху. при этом половину народу дамажатся руки это раз ты пермартефактум себе атака себе да и дизольт ну тоже такое нужен ты этот дизольт пермартефактум а кумилл стром он дает ускорение фарма все верно и покупаете этот рецепт уже забрали все по тауру мп на топе снизу кстати говоря вот у Атеном не дается тебя забрать и они отходят побоялись немного или не побоялись возвращаются хотят видимо подловить от этого самого нофир нофир не подслабляется нофир ждет свой левел 6 в конце концов вниз выход что тауру будет защищать? я думаю нет решили зачистить все вражеские леса да нет ну там не успеет глиффа нету герои команды не стали сюда телепортироваться не в позиции никто стоит поэтому бесполезно в принципе было защищать ВНГ просто наверное телепортнулся чтобы поформить этот лайн это абсолютно нормальное решение у меня какое-то вот дежавю я вижу эти 5000 преимущества и в глаза хрипеть начинает первая карта то же самое 5000 с 8 минуты бедут и эти 5000 продолжаются уже до 15 минут но спектра здесь не так хорошо фармит как на той карте фармил лондруид это раз а во вторых она сейчас может быть умрет нет не умрет но там уже два телепорта просто два телепорта уже от оракла и от лины бежать валить просто ну тут нет таких ребят которые могут моментально достать до противника то есть нет условно той же лины с юлом с блинком спектра сама не пойдет понятное дело ну без пасти разве что может с блинком помочь но пока у них атакер нет есть только третий микро а Миша выжидает свою жертву снизу ой-ей вот еще вторая волна атаки сейчас должны спектру блавить свапнули и хорошая хроносфера от ФНГ 100% именно этого еще и шекал напоследок марсе также в принципе как и ниша может снизу заходить на рампу скорее всего так и сделать но за ним должен идти ну куклы есть кулет вич��도 от hanokini курицы да нету клиффа может 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 просто сравним экранедов està есть она поддержать сейчас купить таким образом это можно что я чтоб у нас раз Dj'd она пришла уже wanted перец вillon Пытается помешать, хотя он может и отдаться, но еще одно ТП, конечно же, нужно делать. Праймору хотел дать нишу, получает саленс, здесь также код, подвязывает и пробивает нишу. Ниша стоит на месте, ниша не собирает. Скрипомов связали просто. Халяву. Все, получился очень грамотно. Тир-3 на топе забрали, свой тир-3 оттефили. Два фрага до этого сделали и преимущество подкрепляется. Все, грамотно. Все, пока четко, действительно. Покупается блинкдангер Йоку после с Инжин Яшей Доминатором. Разговорочный лидер он в плане фарма, 10 тысяч нетфорса имеет. Ближайший преследователь Death Profit 6500, разница в 3500. С спектрой даже и говорить страшно, более чем в два раза преимущество. Все под контролем, действительно, вп, только вот грамотно бы закончить эту игру в свою пользу. Не ждать, не фармить до Талова, пока спектратом не нафармит себе кучу слотов. Внутри, конечно, все очень плохо. Просто ужасно. Будут сейчас только барабаны, этого, конечно, будет явно не хватать. Собирают, судя по всему, прожимать смок. Поставили сентрики, но эти сентрики не видят обсервер, который стоит у Virtus.pro. И обсервер шикарно. Это самый грамотный вард. Вот это. Самый грамотный вард. Этот еще как-то можно найти. Но вот этот вард, это самый хороший. Один моих самых любимых. Вот этот вард и вот сюда вот на лестницу такой же ставишь. Очень равный. Сейчас, правда, это вот вард, который стоял чуть пониже. Он как-то спалил смок. Так что ВП все прекрасно знают, они избегают атаки. Да, вот ФНГ этого напасно. Есть блинкдагер, есть таймболк, поэтому благополучно спрячется в кусты и куда-то и уйдет. Не факт. Сейчас птичка-то пролетит через кусты. Увидит. А ФНГ депрошился. Хорошо, время по таймингу. Да, тайминг хорошо-хороший уколовит. Что Йоку ловил у нас в начале игры, поизбегал гангов, как раз этих смок-гангов от АТНов. И что, ФНГ сейчас тоже сейчас птица залетела бы, а его реально стерли там. Забирают Рошана. Не подозревают ничего у нас, чем альтернейт. И просто халява падает. Рошан отправляется в копилку команды Virtus.pro. Да, и Эггис появится. Посмотрим, кому остается Эгискоту или Йоку. И это я где-то тоже видел уже. Да, когда VR-ки отдавали, и Свет умирал потом. Был такое. Ну, здесь просто нужно теперь VR-ки, типа, агрессивнее себя вести и идти вперед. Ну, в любом случае, будет сейчас пуш, будут сносить Тир-2 Тавр. Не знаю, будут ли сразу заходить на хайграунд или сперва займут с Тир-2 Тавром на нити. Сложно пока сказать. Томаркай прожимается уже, и Тавр падает очень быстро. Глиф имеется, однако не готова сопротивляться АТН. Пытается сперить довольно активно Ниша. Потратил нейронный клонок, кстати говоря, и ТП. Раз, два, ТП. Ой, Ниша может не уйти, а лоха. Да не, уйдет, скорее всего. Нет, не уйдет. Вру, вру, вру. Куда он уйдет? Стан, стан, стан. Удары, стан, удары. Сплит не проходит здесь. Сплит не пуш. Пуш. Ну да, Тир-2 опять забрали, свой Тир-2 не отдали. Все очень грамотно. И снизу могут подловить. Расстрел, расстрел, шикант. Еще и шекл под конец можно дать. Шекл поздно. Но забрали. А на развороте хотят, а зачем? А зачем на развороте? А, они Фэнкбе просто не убьют, сейчас они будут учить. Убьют. Бьют? А, слушай, пацан, нет, тайболк? Чуть-чуть. Не хватило? Сейчас сегодня тайболк будет. Все четко. Везде успели. Снилс. Больше трех секунд. Будет простой снилс, так бы его забрали. Если там снилс левел от третьего был. Банша просто очень сильно проксела по левелу. Убивали. Ну, даже не в то, что поубивали, просто подзажимали игроков АТН. У него хоть 3-1-1, мы видим, но действительно левел такой себе, слабенький. Ну, вот, смотри, о чем я говорил. Ну, тут, понятное дело, тотальная ламинация. Бам. Ой, 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 ой. Бабанша живет пока, йоу. Слушай, а йоку-то был непонав. Мы-то видели, да, по-моему? Аеги забирает себе VR-ка и Свен умирает. А Свен решает кого-то загангать и умирает. Ну что, это карма? Это карма. Ну, камбэком это назвать сложно, но Свен умирает, конечно, так, ни в коем случае не ля. Ускоряется здесь экзотик Диэр, он видит здесь NoFear, но Фед пытается наглость ЛТ по аут. NoFear, опасно было, но... Очень опасно. Фил, не читай цвиток. Куда Курьеры? Курьеры, под контрольте, ребята, Virtus.pro! Это карма, карма, она работает, я тебе говорю. Virtus.pro! И сейчас наилу еще кто-то поймают, нет? Я не знаю, как, что у них происходит, но в один момент их, по-моему, переклинивает как-то. Virtus.pro начинается. Virtus.pro. Сейчас наилу поднимет себя. Да. Только хилы нету. А вот теперь есть. Плохо. Ему плохо, потому что... Алохо, потому что. Потому что Алохи плохо. Не, а у Алохи как раз таки все в порядке. Алох чувствует себя хорошо. Вот у Свена плохо, и он погиб. А там денег, а там очень плохо. Давайте посмотрим. Ну, 14 тысяч проиграли, проиграли сейчас 13, и все равно дико... Ну, как раз двушку, наверное, получили за Свена, который просто дикий имеет этот ворс. 13 тысяч на втором месте идет. Ну, да, из вражеской команды возьмем Банша 9000. На 4000, на 5000 обгоняет Баншу. Сильно-сильно-сильное превосходство, конечно. Еще для того, чтобы догнать этого Свена, Свену еще раза два нужно сдохнуть. Надеюсь, что этого не будет делать у нас, товарищ Йоку. Это теперь мое. Так, Спектра у нас решила собираться не через Радиенс, а через Диффузалы. Абсолютно верное решение, по-моему. Фармить Дис Сакрат Релик, это... Эй, просто некий фармить Дис фармы не дают. Она вот ее начинает застаиваться при фарме этого Релика. Ей прям сразу туда идет налет какой-то дикий, и моментально килл это Спектра. Ну, слишком авантюрно, конечно. И, видимо, чуть-чуть по кусочку, по крошечке нужно оторвать со всей карты. Тут там 200 голды, тут 300 голды. И уходить, уходить, постоянно менять месторасположение свое. Так и делают, и вот Юдир старается, но он скоро появится, уже немного посильнее станет Спектра. Каким-то спиритом, например, будет уже неприятно. Будет у нас атака-то... Ну, поддавливают они. Сильно поддавливают. Миша видит Года. Не сбил я стрелок. У Года, если говоря, есть огонь. А только в стэше нужно принести. Да, Года тоже очень хорошие артефакты, как и у Свена. Идут они почти ровненько. 15 тысяч против 11 500. Буквально 3,5 тысячи. Это что, это Мьелнир, да? На Мьелнир опережает у нас Свен. Года. Башню сил тьмы на центральной линии, атакует... Алох подтягивается, есть у него уже ленза, пытается поджать Тир-2 тавр. Есть диффузы у Спектры, и, судя по всему, за Тир-2 будут драться. Хотя, во всяком случае, постарают этим альтернатором. Стоит ли? Виндрейнджерки, Аегис и Йохинг грамотно расположились в Virtus.pro. Они стоят чуть сверху, все контролируют. Если за них пойдутся, они оттянутся к этому хайграунду. А вот Аегис закончился только что. Аегис закончился. И что, и прыжок? Опа! Все сразу просто сбегают. Ты это все видел просто? Да. Это был блинг, это был таймвок, и это был камень сразу. Просто в ту сторону, в какую-то... Подальше от противника. Ну, реально реакция, конечно. Ну, атака может продолжится, потому что очередной смог. А то и они снова идут. Яснер все видит. Йоху, Йоху, под прайм-урору может подставиться. Пошел хаунд, от спектры, улетает в ВНГ, камень взлетает. Какой хороший хаунд! И урон, Йоху, где-то урон, Йоху, бей! Стан, Йоху, слишком много, по ТП. Сайлс положили, сайлс положили на нишу, он не смог достанить Йоху. Так, это продолжается, макатайз, пошел нишу на УКП, нишу не скорее всего просядет. Прайм-урору перед смертью выдался, но погиб. 1-3, Элли Саш скачивает свой показ в этом... Ой, ты вот это убивает. 4-е залки получились. Да, иди кайф, 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 кайф. Привет, куда-то собрал сволочный человек, иди сюда. Нажали, убили. Иди к папочке, готу. Все равно получилось все очень даже неплохо. Красавчик ВНГ по четверым Хрона поставил. Пусть даже Йоху этот Хрон не бил, но потом усмели пересопнатывать. Да, они чуть-чуть не ошиблись, на самом деле, если бестмастер... Нет, не так. Если камень спирита не залетел бы в бестмастер, бестмастер уже замахнулся руками, уже пытался выпустить свой рев, свой ультимейт, не включившего еще БКБ Свена. Но ему сразу залетел этот камень, попал в Сайленс и не смог застанить Свена. И Свен там включил БКБ и всех стер, сразу, понятное дело. Да, конечно, бюты он носит, действительно. Молодцы, ВП. Вот, наконец-таки выиграли незамет, сразу же его реализовали путем сноса верхней линии. Уже какой-то прогресс получается по уснесенным строениям. Второго. Появляется больше денег, больше преимущества, больше всего появляется. То есть мы на центральной линии. Сейчас примерно так же нужно еще попытаться сломать старый столб. Ловит Йогу. БКБ Йогу прожимает, бежать. Ну да, лучше не стоит так рисковать. Опять же, он не имеет 17000 нутворца, и если его убьют, это сразу плюс трешка. Лучше прожать БКБ, лучше потратить секунду, чем подарить 3000 золота на пустом месте противнику. Да. Потому что по нижней линии аккуратно будут идти в Virtus.pro. Ну, возможно, даже дождутся появления следующего Рошана. Все же понадежнее будет с Aegison, да. Да, Рошан скоро уже появляется. По идее у нас все долгие Рошаны были. Я не видел еще вот реально 8, там 10, 8, 30 хотя бы. Потому что в первом делении оно было после, ну, 8 минут. Обычно минимум больше 9 было. Да. Все, я думаю, сейчас 8 будет. Ну, 8 плюс. Возможность просто для АТН немного подфармить еще, то есть собрать себе каких-то артефактов, стать пожирнее, более боеспособнее. Да, в Spectre очень много артефактов. Нужно, чтобы останавливать сейчас такого Свена. Ты просто на нее посмотри. Ну, вот как раз о чем и речь. Блинк, Стэнджин Яши, Доминатор, Блокенбар и еще вот Кераса на подходе. Попробуй пробей сейчас. А там половину героя убьют с руки. Сейчас Кераса это будет. Там вообще нереально будет пробить еще под Варкрайм. Тем более там столько армора будет. Ой-ой-ой. Ну, сейчас Суприм может стрелять. Йоку залетает. Юл. А дальше-то что? У нее что? Сайлос положить, по идее. Йоку станк. Праймал Рору сверху. Суприм. Ло хп. Таун пошел. Вот таки спасают. Спасают, но... Пресурсы очень большие. Ну, что? Окей, Сирока мне поцепили. По ТГ еще Хроносфер. Йоку нужно блинковаться. Забирать два удара и Медил Тауэр. Ой-ой-ой. Заплату хоть поцепили Суприма. Так тоже можно. Оракл убивает. Суприм должен здесь падать. Суприм. Суприм умирает. Тишин расшел спину. Получает Саленс. Ну, я думаю, это конец конца. Потому что... Конец конца. Конец конца. Возможно и так. Байбэк, конечно, имеется. Конец-то был уже в начале, а это уже самый конец. Ну да. Тут действительно, даже после байбэка все в откате будет. Ребята из АТН. Стараться нечем. Хаунта нет. И должны благополучно медленнее ломать Виртуз Пром. Надо эту игру заканчивать. Надо. Надо. Потому что, видели мы, знаем, как могут Виртуз Пром на зафроить просто игру на пустом месте. Поэтому, лучше сформать вторую сторону. И пойти потом собрать Рошана и зайти на третью сторону, а не фармить. Хорошо. Суприм. Лота Дэн. Кирс Линзы. Там рейндж просто бешеный. Тут же подстанцы. Убивают Сина. Да, пасают бараки по центральному коридору. Ну что ж, нижний можно сразу же оприходовать. Можно отойти. Можно как угодно. Лучше снести сразу. Добить противника, что нравится. Закончить его мучение. Прежнего там еще нет хаунта. 40 секунд. Мы с крипами решили это сделать. Да, отпушил кишечную линию. Самих у них практически все откатилось. Все, лохи скоро опять же появятся. Свап. Йоку готов уже ГТС. БКБ, Кираса. Все в порядке. Оп, залетели. Хрона внезапная по двоим. Вот. Наташа без привязки. Пробивают. И что, Праймл Рор? Не, тут же Байдэшов. Это БГ. Да, это Мег Крепы сейчас будут. А Мег Крепов тут дефект вообще нет. Ну, поздравляем, Virtus.pro, потому что они выиграли эту серию. Да, заставили понервничать после первой карты. Заставили очень. Заставили погореть. Заставили сбегать меня за мороженым. После второй карты тоже логин. Ну, второй треть карты взяли из себя в руки, да. Опасно было. Ну, все равно молодцы ВП. Выходит у них следующий круг. Будут биться, по-моему, они как раз таки с победителем следующей пары, да? Нет, они будут биться с победителя пары Na'Vi Polarity. Na'Vi Polarity. Да, этот матч будет завтра. Вот. А сегодня нас с вами ожидает еще одна встреча. Team Spirit будут играть против No Digity. Против Синдерена и его компании. Матч этот должен был начаться 20 минут назад. Поэтому, как вы понимаете, пауза здесь будет долгой. И сразу... Да, это Макс. Да, скоро вернемся. Действительно не убегайте.